построили тепличку посадили овощи так как поливать их вручную не то что там тяжело особой времени нету решились провести капельный полив для этого взяли ленту для капельного полива видим соединитель жестко трубы труба двадцатая на нее в принципе можно заглушить было любой деревянной пробкой но так как закупались были у меня заглушки я использовал заглушки высверливается отверстие чуть меньше чем диаметр вот этого соединителя одевается если например нету доступа электричество или там перфоратора нету на аккумуляторного чтобы сверло вставить я брал нож который заточен более так по доступу от тупым углом с двух сторон типа так как феночка им проковыривал дырочку вставлял это там на дальнем огороде дальше нагородил туда в конце не хотелось брать переноску и точно также стыкуется нормально все в любом случае вот в этих местах вот этих вот кто бы не говорил все равно будет подтек воды она не будет струей лица ну будет все равно сочиться подмочить поэтому рекомендую вот эту центральную трубу которая будет как бы распределительная ложить недалеко от ваших овощей и вот видно что лента пошла по всей теплице вот труба соединилась опустилась вниз землю и вывелась на улице ну так как мы знаем что так как мы знаем что поливать теплицу желательно теплой водой для этого более сварено несколько стоек любая труба квадратно что угодно подняли ванну но сейчас через перелив видно вода подкапывает набрали ванную что могу подсказать еще здесь на 32 сливидец ванной сейчас покажу его более детальным планом видим ну вот она подтекает вода вот я убрал все вода уже не течет отсюда подтекает не поперей набрал немножко вода ванной нагреется и завтра вечером так как сегодня теплица полита соединю дальше соединюсь с поливом теплицы и будет капельный полив поливать давление в принципе достаточные здесь соединитель 32 труба муфта и переход на 20 вставила садил просто шланг есть куча переходников но не все стоит дорого пришел к выводу что вот эти все перекид перебрасывания пересоединения от линии проще делать обыкновенным он таким от шлангом куском сюда отдел на трубу и другую трубу и вот мы видим вот у меня в данном случае вот эта труба уже подмотана она точно также оденется на этот край чтобы не текло никакого крана ничего нету просто видим шланг лежит через ванную вот он чтобы не упал потом опускается соединяется и идет полив наших овощей все легко и просто сейчас покажу как действовал полив почти не действовал уже был включен лежит полив это посев моркови но еще на них зашла и подымние пересели и вот видим по луку лук немножко лежал уже положили капель капельный полив и при принципе он теплой водой не поливается поливается со скважины но тем не менее если посмотреть на лук мы видим что весь он стоит хотя не могу сказать что там дожди тут видим вот земля еще плантации скажем так много участок небольшой сталин по помидору что земля вот смотрим сухая но даже обещает также капельный полив не понравился на клубнике вот видим также магистральная труба в нее вернуты переходники на полиэтиленовую трубу и вдоль ряда лежит сам капельник вода с него не вытекает осочится маленькими капельками из часа за четыре за пять плавненько увлажняется довольно таки неплохо вот я уже вижу что нужно будет на завтра на послезавтра включить потому что как бы подсыхает клубника любит тоже влагу в период цветения и завязь еще правда я не думал точнее не продумывал как подключить емкость с удобрениями ну это скажем так дело времени еще одно что подсказать то есть я попробовал вложить капельник не заканчивать его об окончании просто подгибается берется пластиковая стяжка затягивается краешек все чтобы края этой ленты не ветром не носила ничего не болтала бывают там коты ходят от мой кот любит порыться то клубники то на рыхлой земельке дергать чтобы не дергал капельник вот он прижат берем проволоку сейчас покажу проволока двоечка вот у меня была ну какая есть чтобы только не упадало дело выгибаем и просто прижали к земле все сидит очень хорошо все края пока и поджимаю это я делал лентами а потом думаю зачем лентами если сделать за воротом чтобы меньше резать и меньше использовать вот этих переходничку они все-таки много немного а когда покупающих несколько сотен все-таки стоит денег вот видим сделал просто заворот также на металлический но с проволоки шпильки сильно не передавливал и когда включаю поливается уже два ряда на одном переходнике и то есть длинная длинный рукав остается вот принципе вот посмотрим ничего хитрого нету ну клубника если видно она замульчирована соломой уже были попытки точнее попытки из практики мульчировали иголками скажем так еловыми а точнее еловыми а сосновыми но не лучший вариант быстро не скажем так перепревают или что ли входит в грунт их очень много долго шкрябать и с ними конечно заносится много скажем так семян лесных трав потом то что не росло время у нас на городе появляется с ним приходится бороться а так солома принципе ней семян таких никаких особо здесь конечно но поменьше ну вот в принципе и все про капельный полив да если есть конечно желание можно купить и с краниками капельнички мы видим вот эти которые переходники они без крана есть продается также с краником то есть на каждой жду линии вы можете регулировать давление подачи воды у меня этой цели не было чтобы регулировать пусть увлажняется ну вот мы видим плантации будем как плантации участочек не особо на большой но это вот клубника она идет под капельным поливом цветет одновременно дружно хотя практически тут на пять или шесть сортов клубники без капельного когда ставили рассеивать или разбрызгивать или она все равно как бы ни было целом не очень хорошо хотя эта зима хоть и была теплой но выдалась очень она суровой можно сказать ранняя весна поздние заморозки которые даже побили часть почек на деревьях некоторые даже до сих пор и не проснулись ну вот принципе по капельнику и все хорошего урожая и все хорошего урожая Продолжение следует...